Красота какая, друзья! Вон моя, моя самая, с халапеньей и картошкой. Мне так кажется, она просто сверху стоит, они все одинаковые по размеру. Да-да-да, плюс тут люля можно взять, шашлычки, друзья, можно взять. Это то, что ты взял, это допы или нет? Допы, это за доп-плату, не знаю, это за доп-плату. Халапенье 20, сыр 20, картошка фри 20, это допы. Всем привет, мои дорогие друзья, с вами Сан Саныч Богомолов и менеджер Станислав. Мы приехали снимать очередной мощнейший выпуск «Рай дальнобойщика» в рамках недели выживания Саныча на Шаверме. Сегодня шестой день у меня, я живу, друзья, уже шесть дней на шаурме. Честно скажу, я уже привык, я так могу, наверное, и месяц жить. Скажи честно, Саныч, были хоть какие-то позывы в туалете? Ни разу еще. Пока все четко? Пока все четко. Это у нас Раменский район, рядом с деревней Надеждина. Как называется? Называется просто шашлычная. Посмотрели рейтинги, 4,5 покажут. 4,5, хороший рейтинг на Яндексе. Взяли шавермы классические, Саныч взял не классические, я себе взял классику. Он взял классику, я себе взял... С картошкой и халапеньо. Да, с картошкой и халапеньо. Ну что, друзья, сегодня будем отвечать на ваши вопросы. Вы, кстати, их очень интересные накидали. Мы, Саныч, их посмотрели. Не знаю, успеем ли ответить на все, но постараемся. Погнали. Так, это операторская. Заработка. Заработка, да. Ну что, друзья, давай начнем вообще это самое, распаковка. Анбоксинг. Анбоксинг. Вот у нас, кстати, не пожалели. Ну, сейчас можем пока что. Так, друзья, сегодня у нас немного необычная локация. Мы находимся на пруду в Раменском районе Московской области. Угу. Ну что, с чего можем начать? Сегодня мы, кстати, друзья, ответим на некоторые ваши вопросы. Но сначала попробуем вкус. В два шаурма. По стоимости сразу. Стандартная стоит 200 рублей. Каждый топпинг стоит 20 рублей. Я взял картофель и халапеньо. Так, халапеньо мне не пожалели. Говорил, поменьше положить, но будем выковыривать сейчас. Что могу сказать первое? Первое впечатление. Это самое важное. Очень майонезисто. Очень майонезисто. Ты это заметил? Угу. У меня такое чувство, что там майонеза прям... Да. Нахерачили просто. Как будто я салат оливье ем. Мне чувство, что мы... Вот реально просто очень-очень много майонеза. Вот первое мое впечатление. Да. Вот действительно много, Стас, посмотри. Я тоже пока, кстати, до курицы не добрался. Вот реально ее просто нету. Я не могу сказать, что что-то там тухло или еще... Нет, просто пока что ем я майонез и лаваш. Однозначно. Соуса надо было меньше майонезного. Нет, причем бывает, знаешь, соус грамотный. Ну, как Питер у нас делают. На кефире? Да. Я пробовал на днях. Сметана, кефир. Да, да, да. И вот его много не бывает. Его много не бывает. А это как бы не соус, это просто майонез. Просто дешевый майонез. Ну что, друзья, санкции вот так вот, да, уже придушили. Вот так просто отель не забронировать на Букинге, на Агоде. На Аэрбиэнби квартиры по вкусным ценам там в Таиланде не забронировать, как раньше. Стриминговые сервисы, игры, фильмы, музыка. Все, лавочка прикрыта. Да нет, не все. Я вместе со своими казахскими партнерами запускаю сервис по выпуску банковских карт Казахстана. Все официально, быстро и прозрачно. Делается в два этапа. Первым этапом мы вам выпускаем казахский ИНН. Называется он ИИН. Это индивидуальный идентификационный номер. Без него карту не открыть. Лететь в Казахстан вам не надо. Это вообще все делаем, не выходя из дома. Как ИНН открыли, вторым этапом открываем вам банковскую карту. Карта будет виртуальная, именная. И пластик доставим по всей стране, по всей стране бесплатно. Пластик не именной. В любой точке мира. Подходите к банкомату, снимаете кэш, наличку. На любых сайтах. Бронируйте отели, билеты. Карта везде проходит. Друзья, санкции нам теперь не страшны. 10 500 рублей. Все под ключ. Переходите в мой телеграм-канал по казахским картам. Лично я вас буду обслуживать. Менеджер Саныч. Будут какие-то вопросы, пишите. 10 500 рублей. Все под ключ. Давайте делаем, пока казахи эту лавочку не прикрыли. Но у меня уже пошла курица. Курица хорошая, друзья. Помидоры, огурцы тоже все хорошее. Картошка фри. Свежая. Бывает, знаете, когда полежит, когда она такая уже... У меня тоже курица уже пошла. Оператор сидит, снимает и ест одной рукой, друзья. Вы видели бы сейчас эту картину. Не к столу будет сказано, друзья. Это мы придумали такую небольшую рубрику. Фудку колд? Фудку колд, друзья. Кто такой фудку колд? Значит, мы берем человека... Оператор у нас раньше был фудку колд. Он всегда фудку колд, но сейчас нет, именно в этот момент. Как все это делается, друзья? Все это крайне просто. Кто-то из наших друзей, из наших знакомых подписывает с нами устный договор. Сутки он не ест вообще ничего. После этого приглашается к нам в нашу подкаст-студию. И мы начинаем перед ним есть всякие разные явства. Бургеры, не бургеры. Мощнейшие запеченные рульки свиные. Какие-то разные всякие вкусные напитки. И человек должен смотреть. Ну и какая у нас была цель? Как он может понять, выиграл он или нет? То есть он сидит час, ну типа час, например, да, смотреть. То есть он час должен продержаться. То есть перед ним тоже должна стоять еда. Да, и перед ним тоже она может... Если он взял ее, тогда он уже не выиграл. Фудку колд. Фудку колд, новая шоу, да. Мы придумали с Александром новую штуку, да, сами. Ну по моей шаурме что хочу сказать. Картофи очень много, это очень сытно, очень вкусно, с майонезом. В принципе, нормально заходит. Вот. Я бы, конечно, хотел, чтобы курицы было побольше. Как будто ее не чувствуется здесь, как будто ешь. Сейчас скажу, эта шаурма, честно, никакая. Она веганская, тут одни овощи, очень много майонеза. Не чувствуется, да? Курицы как будто просто нету, то есть, ну, прям вот бюджет-бюджет. В Питере за такую шаурму ребята бы могли бы вернуться, так могу сказать. Она ничего не тухлая, ничего. Нет, у меня вот мясо есть, смотри. Ну оно как бы есть, но как бы его прям вот вообще сгулькин нос. Теряется в майонезе. Вообще теряется в майонезе, майонеза очень много, это минус сразу убираем. Вот если смотрят с этого кафе или кто, ну, уберите вот этот майонез, делайте лучше кефирный соус, сметанный вот этот, вкусный такой. Может, он чуть дороже, мне кажется, так же он будет поценивать. Да, конечно. Кефир можно... Или положите вы просто меньше его, будет же дешевле, просто пусть его будет меньше, просто его прям очень много, он забивает вообще весь вкус. Друзья, у нас сегодня к рубрике райдальнобойщика поступили некоторые вопросы, потому что кто нас смотрит, да, знает, что мы разбираем различные вопросы на рубрике райдальнобойщика. Вот первый вопрос. Я хочу вкратце ответить, главное только зачитывай от кого. Давай, Настя пишет, тема «Золотая молодежь. Жизнь в 90-х и сейчас. Наше детство прошло без телефонов и компьютеров, а нынешнее поколение растет на гаджетах. Что думаете по этому поводу?» Давай сначала ты выскажите, а потом я свою точку зрения. Я могу вам сказать так, мое личное мнение, да, вот самое, что оно может не совпадать с моим. Я это просто острое буду убирать. Халапеньо очень злая штука, я не ем. Друзья, мое мнение такое, что сейчас молодежь сильна по-своему, то есть они вот как бы все в новое время, вот эти интернеты, там что-то делают, какие-то программы, может быть, писать более быстрые, по-другому, если, но, к сожалению, в реальных полевых условиях, к сожалению, они долго не проживут. Порой я знаю таких людей, которые не могут себе приготовить яичницу, то есть настолько как бы это стало. Я вот, например, скажу по себе, в 7 лет могли уже оставить дома, я мог себе приготовить чай, мог себе приготовить яичницу, в какую-то базу, естественно, супы там вообще не варил, сделать бутерброд, нарезать сам мог. А сейчас, то есть я знаю людей, там, 10-12 лет, человек не может пожарить яичницу, потому что ему там либо не разрешают, либо он сам боится включить плиту. То есть выживаемость упала просто на 100%, то есть человек, который вырос на гаджетах, его просто брось в лесу, я думаю, что он умрет очень быстро. Вот это моё мнение, но в чём-то они стали сильнее и быстрее, вот я так думаю. Смотри, с другой стороны, это показатель, может быть, ну, более-менее хорошего времени, что сейчас ни к чему эти выживания, как нам. Смотрите, есть пока великая пословица, сильные времена рождают слабых людей, слабые времена рождают сильных людей, это всё циклично, к чему это приведёт? Ну, вопрос, скорее всего, был с таким, сейчас многие пишут, вот, сейчас молодёжь в гаджетах сидят, а у нас офигенное детство было, у них тоже офигенное детство, они сидят в гаджетах, сейчас я смотрю, и многие гулять стали опять молодёжь, в гаджетах ничего плохого нету. Они сейчас через интернет дети в нарезке делают и зарабатывают деньги, ну, не все, но многие уже могут через интернет, вот, примерно так вот. То есть, всегда будут, это отцы и дети, вот это поколение, всегда, говорю, вы. Всегда будут, каждый раз так говорят. Да, 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 да. Давай следующее. Давай. Настя опять. Тема. Сейчас вся еда искусственная, дорогая, некачественная. В СССР было всё настоящее, следили за этим, как и сейчас в Белоруссии. Иногда ненароком думаешь, что, может, и правда тут фарма замешана, в плане, что люди едят плохие продукты, а потом бегут в аптеки, короче, лечиться от болящих. Выращивать всё своё, это утопия, конечно. Тут ответит Саныч за нас двух, потому что пока мы ехали, мы с ним обсудили этот вопрос и даже немного поизучали этот вопрос. Потому что я этим вопросом уже давно задавался, я давно задавался этим вопросом, изучал, и плюс у нас скоро будет подкаст, мы хотим пригласить технолога, который шарит в этой теме. Ты сказал, что ты шаришь. И, друзья, это, конечно же, в основном, по большей части, это миф. В Советском Союзе очень много использовали пестицидов. Да так сильно использовали эти пестициды на полях, что многие земли после этого стали вообще не плодо... ну, убили просто. Это первое, это база. Да, то есть овощи. Ты сказал очень хорошее про то, что не было пальмы, пальмового масла, зато что было. Многие говорят, вот, сейчас пальмовое масло. Тогда же не было пальмового масла. Действительно, пальмового масла не было, оно дорогое было. Но зато был комбижир. Что такое комбижир? Это смесь свиноговяжих, растительных жиров, плюс это все... Я что-то есть перехотел, сказал. Да, гидро... вот слово забыл, это что-то там делают с ним и появляются... Свиноговяжих, не растительных, а животных жиров, наверное, ты сказал, растительных. Свиноговяжих, плюс растительных. Это спред какой-то. Спред конкретный, там модифицируют так, что потом даже трансжиры там вот в этих комбинациях получались. А трансжиры это вред. Да, для сосудов, это все. Плюс по ГОСТам. Да, про ГОСТы тоже. Про ГОСТы, да, я конкретно сейчас не буду углубляться, это мы в отдельном подкасте, потом вам расскажем. Нам технолог расскажет, а то скажет, что мы это все придумали, как всегда. Между прочим, декан института питания, который ездит по разным заводам в России и берет оттуда пробы продуктов. Он расскажет нам много чего про ГОСТа, и я скажу вам сразу, не факт, что они раньше соблюдались. То есть ГОСТ, он был железный, да, и за это могли отпороть, но не всегда и не везде, поэтому не уверены, что ГОСТы всегда и везде соблюдались. Поэтому мы считаем, что это миф, на этот вопрос, по-принципе, ответили. Вот Сёма пишет, с чего Саныч начал контент, как ему пришла эта идея, как познакомиться с Хованским, поддерживать с ним связь. Контент начал снимать я еще в Таиланде, да, жил, про путешествия снимал. Потом в бой. Да, все верно, так начал блогинг. С Хованским трудно, нет, не было, он прикольный чувак. Спрашивали, помнишь вопрос, как ты с ним познакомился, через кого-то там? Нет, не через кого, я в Ашане был, ходил, снимал Бомж-Обед, пилик оповещение в этом, в ВКонтакте, могу его найти даже, если кто не верит. ВКонтакте оповещение, о, от Хованского. Говорит, о, здорово, чувак, давай, что им снимем? Он мне написал, потому что я там с трендов не вылазил с этими бомжатинами, и мы вот начали эту тему. Как-то так. Ответил на вопрос, еще есть интересный вопрос. А, вот кто-то ему даже ответил, человеку, что значит трудно, если столько выпуска в столовке шавермы, не думаю. Ладно, так, это, вот, огромный, у меня два вопроса. Почему развитие... От кого? Александр Лекс. Кстати, очень интересный вопрос, мне вам больше всего понравилось. Да, первое, почему развитие человека в большинстве сопряжено с состоянием страдания и преодоления? Нужны ли всегда тягостные условия в жизни, которые подталкивают его к изменениям себя и мира? В лучшую или худшую сторону? Тут уже смотря, что за этим стоит. И как, по-вашему, тогда бы выглядел мир, если бы никогда не страдали люди? Сто процентов считаю, что без зла нет добра, и наоборот. Инь и янь. Только баланс, друзья. И всегда считаю, что должно быть зло обязательно, иначе без него не будет добра. Иначе не будет никакого баланса, поэтому, друзья... Я пойму, что это за ниточка у меня? Это волосы бармена. Нет, а лук почему-то такими нитками, какими-то. Да, видимо, он был так нарезан. А что ты скажешь, Саныч, про первую часть вопроса? Я с тобой полностью согласен. Баланс в мире, утопии не бывает. Инь и янь всегда все должно... Если все будет хорошо, почему это все придет? Даже в Библии, Стас. Даже в Библии, да. Кстати, даже в Белкайн, Авель... И ад, и рай есть. То есть добро и зло. Всегда... Только баланс, друзья. Поэтому наш мнение такое. Насчет того, что про... Почему же любые какие-либо изменения в человеке происходят только через боль и страдания? Я считаю, только так, другим путем вообще никак. Потому что сам в жизни совершал много разных ошибок. И только лишь спустя, когда мне пять раз дали по голове, бывает, ни одного раза было недостаточно. Только пять раз дать мне по голове нужно было, чтобы я как-то начал меняться в лучшую сторону. Кто-то умный, он, может быть, сможет посмотреть и учиться на чужих ошибках. Я, к сожалению, не такой, всегда учусь на своих. Ты что скажешь, Саныч? Нужно ли проходить какие-то испытания, страдания, чтобы как-то измениться? Вообще желательно их не проходить, но... Кому-то надо. Кому-то надо. Когда ты их проходишь, как говорится, так закалялась сталь. Есть выражение. Это же выражение вроде вообще не про сталь. Вообще не про сталь. Да. Что человек действительно, когда попадает... Я вот сам в жизни тоже проходил очень многое, попадал, и были такие ситуации там. Ну просто жопа. И потом выплывал из них, и ты становился как бы более только... Не черствый, что ли. У тебя какая-то там броня появлялась. И уверенность, что если в следующий раз такое произойдет, ты это уже сможешь пережить. Какие-то скиллы ты себе вырабатываешь, да? Опыт. Это все называется вместе опыт. Я считаю, без этого никак, в принципе. Без этого человек просто будет овощем, который не будет готов. Никакой трудности. Потом у него будет что-то дома, там, обед сгорит. И он так сильно распереживается, что выпилится. Вот вторая часть вопроса от этого же человека. Когда изживет себя современная капиталистическая система потребления? Какая система новая придет на ее замену? И будет ли она справедливая и прогрессивнее? Или, может быть, все станет еще хуже формации системы, в которой мы живем? Кто-то философ нам пишет. Может быть, наэросетка вопрос написал? Скобка. Имею в виду, что государства разрушатся. На их придут корпорации сверхбогатые, которые еще сильнее начнут эксплуатировать все вокруг. Так и будет. Очень хороший, очень закрученный вопрос. Да, я не знаю, что придет на смену, но я могу сказать, мою систему, которую я сам лично придумал, лично я сам, ни у кого не услышал, ничего не придумал. Ну, как именно систему, как управление государством или вообще миром, я ее не придумал. Я услышал это про управление некими, скажем так, молодыми группами людей. Как это правильно должно быть организовано. То есть, по-хорошему, да, каждое государство, каждая школа, каждый вообще родитель. Главное в каждом человеке найти его силу. То есть, она есть абсолютно в каждом. Если бы у нас наше, скажем так, управление занималось бы тем, чтобы найти каждому человеку свое применение. То есть, например, дворник это дворник, чтобы он знал место, то, которое именно он найдет. Может быть, он великий музыкант или великий повар, или великий еще кто-нибудь. Не важно кто, не знаю кто, но не важно. В общем, суть в чем? Найти себе правильное применение. Потому что, как у нас раньше было, как нас всех учили. Ты молчи, ты много не говори. Не выпрыгивай. Конечно. И этим самым подавляли очень много людей. Все уроняло. Поэтому у нас... Ну, это выгодно очень любому правительству. Потому что люди сидели тихо, работали, никто не жужжал, никто не жужжал. Поэтому я считаю, что вот единственное идеальное правление. Капитализм, ну, как бы мы все в нем живем. Плюс капитализма в том, что он дает людям, да, других строев, дает тем людям, которые реально много готовы работать, которые реально готовы что-то делать, дает возможность как-то выше подняться по финансовой лестнице. Да, только по финансовой, ну, может быть, еще по какой-то, да. Вот. А если полная уравниловка, этого никогда не будет. Все будут одинаковые. Не будет ни Саныча, и все будут одинаковые абсолютно. Короче, тема тут про искусственный интеллект чуть затрону. Это же будущее. И там этот отец основателя искусственного интеллекта и другие ребята бьют уже такое, как петиции, хотят подписывать. Чтобы правительство в будущем приняло минимальные типа, как пособия для людей. Потому что пройдет буквально 20-30 лет, многие потеряют свои работы. Вообще потеряют. Не будет водителей. Сейчас уже вон, Яндекс и СБР используют, да, машины без водителей. Ну, сидит человек, просто следит, просто контролирует. Да, просто настраивают, да. То есть много людей может потерять работу. Очень много людей. Так а людей еще больше и больше становится на планете? Да, могут даже хирурги, возможно, потерять, если будет супер искусственный. Ну, как вы смотрели, голову уже пересаживать, планируют через 8 лет. И вот они хотят людям дать какое-то минимальное пособие, чтобы ты жил, чтобы мог еду покупать. И не жужжал. И не жужжал, да. Но зато, может быть, есть, будет время заниматься своим. Как лучше заниматься своим делом, я согласен. То есть, вот как ты считаешь, какой лучше все-таки модель управления, капитализм или еще, может быть, что-то, какие вообще пути развития сейчас у мира? Ну, мне кажется, капитализм нормальный. Я тоже считаю, что нормальный, в том плане, что она дает человеку шанс всегда. Он всегда может что-то себе найти. Стас, ну это очень много майонеза. Я просто смотрю, один майонез. Это просто один майонез. Я тоже, я даже вот не хочу есть, если честно. Жир прям, ребят, серьезно. Друзья, шавермия, это я ни разу в жизни за все пять или сколько лет райдер-рабочек никогда в жизни не ставят двойку. Была только тройка. Я здесь двойку поставлю. Давай скажем так, что все... Блядь, Саныч, это просто огурцы с майонезом, честно. Все продукты внутри хорошие. Нет. Но они здесь свежие. Тут просто огурцы и майонез. То есть, они не то, что плохие, это просто дешевое майонез и дешевое огурцы. Я не знаю, тут просто... Все белое, белым белок. Так вот, сколько тут натекло-то, блин. И это причем не соус правильный, который должен быть в шаверме, в правильной шаверме. Это берется... Я ставлю двое кусочек. Это как называется из... Я с голодухи, да, с голодухи, наверное, ну, три с половиной поставлю. Это испортили просто вот этим майонезом. Потому что и мясо вкусное. Мясо его там, я практически почти не почувствовал. Его мало, но оно вкусное, не вонючее, не тухлое. И огурец нормальный, не заветренный. Я еще не люблю, что как здесь нарезают. Понимаешь, вот у нас, когда в Питере принято, я как бы беру шерму. Не то, что как в греческом салате, но приближенно к этому. То есть ты не нарезаешь, блин, на спичечные головки, а ты нарезаешь нормально. Разночет нормально, как фильтром сигарет. Я не знаю, зачем ешь, как будто сила с кашу какую-то. Ты нарезай покрупнее, понимаешь? Нет, а если ты мелко нарежешь, то объем же увеличивается. Мне кажется, наоборот крупнее, а ну, как бы, ну, типа, не сожмется. Ну, зато ты там ешь, понимаешь, кусок помидора, ты его съедаешь. А здесь вот ты достал какие-то волосы, понимаешь? Нет, блин, как пленка просто. Ну, то есть... Ну, майонез испортил-то уже, да, многое? То есть дай мне эти продукты, я сделаю лучше. Ну, почему там рейтинг 4,5? Рейтинг, Саныч. А, нет, там рейтинг, может быть, за шелыки. А рейтинг, во-первых, может быть, за шелыки, может быть, за кебабы. Может, они там реально крутые, за пирожки, они реально там могут быть крутые. Ну, надо чуть исправиться, ребят. Это надо явно менять. Чуть исправиться, Саныч, последний еще вопросик возьмем. Там еще было несколько, чтобы мы все... Да, мы все, к сожалению, разобрать не можем, их накидали очень много. Мы взяли прям по порядку, кто первый задавал. Еще какой-нибудь один возьмем. Есть ли смысл в высшем образовании в 24-м году? Как ответить на этот вопрос? Ну, этот вопрос скорее к вам. Я считаю, что он... Как бы кому-то он нужен, кому-то нет. Потому что я много работал... Нет, ну, если ты... Где я только не работал... Если ты кардиохирург. Так вот, я тебе что хотел сказать. Все время я работал в магазине ОК. Замруководителем отдела. Сначала мясником, потом замруководителем. И я часто видел такую картину. То есть, да, я, например, человек без образования. И работал как бы, ну, должностью. Всегда старался что-то как-то делать. Где-то как-то крутился, где-то подрабатывал. Как-то с кем-то знакомился, крутился. А были люди с двумя высшими, которые работали кассирами. И они никуда не жужжали. Им больше было вообще ничего не надо. И вот у меня один вопрос. Стоило ли 10 лет своей жизни убивать на высшее образование? Два выше. Не знаю, сколько там, 7 или 9 лет занимает. Два выше, чтобы получить. Стоило ли убивать 9 лет своей жизни, чтобы работать кассирами в пятерочку? То есть, ну, для этого конкретно вопрос. Нет, это нет. Окей, то есть. Да. То есть, друзья, если как бы есть, да, какое-то у вас применение, да? Если вы, допустим, потомственный, там, не знаю, стоматолог, хирург, там, я не знаю, призвание военного у вас, там, еще как, педагога какого-то. Кого угодно. Там, конечно, нужно. Если вы будете на вольных хлебах, как... На другой стороне скажут, а как ты это знаешь заранее? Ну, как бы, я считаю, если ты одно получил, как бы, и видишь, что у тебя нет тяги к этому, пойди на второе, то, которое тебе интересно. Например, ты хочешь быть программистом? Займись программированием. Все верно. Кем ты хочешь быть поваром, стань лучшим поваром. Да, да, вот туда и это. То есть, идти туда, это то, о чем я и говорил. То есть, людей профильно направлять в то, что им интересно, в то, к чему у них душа лежит. Они отправляют на юриста музыканта. Может, он хочет быть музыкантом, но он юрист. Как делают в американских школах, в европейских некоторых. У нас в России сейчас начали внедрять в умные школы. Вот я, блядь, и сказал. Насказываю. Вот у нас в России, как в Советском Союзе было и в России, у тебя плохо, допустим, по химии. Тебя туда отправят. А по математике хорошо. Тебя не на математику. Тебя где плохо, что давай тяни. А ты и так не шаришь. А в других, как бы, сейчас новых этих учебных заведениях, правильных. Они смотрят, у тебя по химии плохо, значит, тебе нахер химия не нужна. А по физике у тебя хорошо, и тебя усиливают. Вот это единственная правильная система, единственная правильная модель, которая должна быть. Если не идет у человека география, не надо его заставлять. Ну, какую-то базу дать, там, пятый класс, все это, вот, достаточно. Научиться в ВУЗе на то, что тебе вообще не нужно, я считаю, вот это точно никому не нужно будет. А если вы, конечно, хотите как-то стать кем-то именно по профессии, то, естественно, нужно высшее образование. Тут даже говорить не о чем. Просто майонез, чистый майонез. Саныч, я тебе говорю, я вот, как бы, честно, вот, даже вот, как будто, даже вот кому-то, если купить, даже, знаешь, просто, я бы никому это в жизни, я собаке бы это не дал, честно. Это просто, блин, галимый майонез, Санычка, правда. Сейчас, подожди. Я вот просто лучше взял бы просто себе вот за эти 200 рублей, просто набор мой, да, студенческий, пачка сосисок дешевых, пол батона и самый дешевый майонез. Ну, уже лучше было бы, чем это, там, хотя бы были бы, как бы, сосиски, а не хотя бы живые. Было бы, понятно, и просто... А у нас что-то, если честно, в желудке тяжесть сейчас. Так, а мы съели-то вот, а у нас тяжесть, у меня тоже тяжесть, я не знаю, как это, блин, назад. Из-за майонеза, да? Я тебе говорю, Санычка. Я, тем более, майонез вообще не ем. Сейчас бы это газировкой выпить. Да. Надо что-то делать, знаешь, чем насчет, чтобы это подлечить? Фруктов или овощей, чтобы поесть, они сейчас быстро, это, как бы, ну, все это расфорсируют. Сейчас яблок взять или помидоров, что-то, чтобы это все расфорсировалось, желудки, чтобы быстро вышло. Друзья, вы не переключайтесь, подписывайтесь на Стаса, на его телеграм, ссылку я оставлю в описании. А мы с вами встретимся, не знаю, на ужине. Я, наверное, уже сегодня, честно, шаурмуть больше не хочу. Завтра встретимся. А ты приготовь домашнюю, чтобы она была нормальная. Делаю домашнюю, у меня же есть этот лаваш дома. Так что, да, встретимся. Легенькую, просто без майонеза здесь все. Сделаем ее, встретимся на ужине. Друзья, короче, произошла беда. Все, никакие больше, никаких больше шаверм. Сейчас расскажу вам, почему. Сейчас в светофоре быстренько закупочку сделаю. Вот эти вот полотенца, кстати, топ XL. Они реально как полотенца большие. Так, мне надо, мне надо для строителя взять этот газовые баллоны. Он еду готовит. Так вот, возьмем. Кстати, вот этот газ не рекомендую. Очень вонючий. И на некоторые горелки почему-то он не подходит. Некоторые баллоны подходят, а некоторые не подходят. Я не пойму, у них, то есть, погрешность какая-то у некоторых, что ли, есть разных партий или еще что. Ох, ох, жаровня. Смотрите. Это алюминиевая посуда. Говорят, что-то не очень мне готовить. Вот, друзья, загубили. Посмотрите, этот стоит сухой, получается, полностью высох. Прям полностью высох. Уж отдали бы за копейки, за какие-нибудь. Короче, все, мумифицировался. Ох, что за тяги! Посмотри. Для дамы сердца такую, да, прикупитель. Вот черные такие есть. И такие в стиле, да, это Gucci, в стиле Gucci. Вот такие вот. С мохнаточкой. Сколько стоит? Ценника чего-то нет. И сразу тут же бокалы, друзья, и все. Идем на свиданку. Намылись. Набрились. Вот такие тапочки в подарок. Ну-ка, что за новинка за 138 рублей? Говядина халяль. Зайд бы ее на пробу. Ну, я сейчас на диете. Уже сколько дней? Три дня. Я не ем вообще ничего практически. Плов со слининой. Короче, все. Ждет вас на днях обзор. Вот этого всего дела. Обзор, обед будет. Ну что, друзья? Не смог я неделю прожить. Хотя смог через себя запихать. Но последняя вот эта шава, которую мы со Стасом ели. Дня три, наверное, назад. Я просто... После этого тяжелая и жареная вообще ничего не мог есть. В ней столько было... Это мои волосы. В ней столько было майонеза. И знаете, майонез вот этот самый растительный. Который вот тут аж стоит. Это, наверное, пожалуй, самая ужасная шавурма, которую я пробовал. Что-то надо исправляться. Вот моя еда. На ближайшие дни. Ну, ничего страшного. Такие эксперименты больше не будем делать. Помню, у меня хотел неделю прожить чисто на этих завтраках, обед, ужин, есть бич-пакеты. На четвертом дне у меня желудок так скрутило. В пенте дошираки. Ну что? Недельку сделать на 0 рублей. Недельку на чесноке. Недельку на 1000 рублей тоже надо сделать. Давайте пишите свои комментарии, идеи к видео. А мы их обязательно реализуем. Всех обнял. Всем пока-пока. И до новых встреч.